вот так дорогие друзья все лишнее поубирала потом правда свечку фрукты все это поставила приготовила стаканы все на завтра все подготовила такого ничего обед и все чисто обед и все покушаем приготовлю что приготовлю все сниму покажу расскажу дорогие мои друзья а так ночной камин слушаю авторадио и все пью свой кофе хоть и ночной но пью открыла себе шоколадку и сижу пью в гордом одиночестве и так знаете оказывается хорошо мозги как бы в себя приходят приветствую вас дорогие друзей посмотрите на нашу погоду уже лежит снежок уже холодно в этот снег обычно уже все он ложится и на него ложится другой 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 снег у нас наступила уже зима приветствую вас драгоценные мои друзья как отдыхается субботним вас утром желаю чтобы ваши выходные прошли плодотворно интересно и позитивно что еще можно пожелать выходные есть выходные для кого-то выходные для кого-то проходные я что сегодня делаю спасибо всем за комментарии еще раз и знаете у меня два гостя просто два мужчины так это интригующе нет с работы ребята придут нужно угостить человек с дороги здесь лежит в командировке поэтому хочу но неудобно у нас как бы путника всегда принято угощать поэтому парень выходные соскучился возможно по дому сделаю что-нибудь сейчас хочу достала заквасочку так как кашель еще есть достала закваску тесто немножко поставлю на закваске это на пиццу и наверное может быть беляшево усаки что-то бездрожжевое буду по моему меня нет дрожжей я вот честно не знаю нужно посмотреть все же нет друзья нету дрожжей и загуститель сливок он пригодится есть разрыхлитель тесто корица все корицу нашла наконец-то тетушку корицу сейчас ставим быстренько тесто минуту канал люблю ходить или исчезать так что хочу сделать молоко и включается пикает подогрев детского питания молоко естественно так воды горячей добавлю и нет надо помыть уже у чайник что-то весь уже не очень-то не презентабелен надо помыть так это что это другой еще даю теплой воды так сейчас к чаю быстренько организую все что есть ту соль ароматной сделала это забыла представьте поэтому посолю хорошо у меня есть масло сейчас положу сахар немножко для активации чуть-чуть так теперь закваску закваска которая уже вся пышет вот такая вся рыхлая закваски и надо подкормить срочно закваска накормить иначе не пойдет у него то надо будет ставить до хватит как начинаю мукой работать начинается на муку у меня аллергия все закваску тут же подкормила все пусть теперь поставили здесь где-то продолжаю быстренько развожу закваску в воде а его в молоке и воде граммовку закваски к сожалению не знаю так просто разведу и вся трясусь я может так надо разводить они вот так так масло добавлю добавлю часть масла тогда тесто будет хорошие все одно яйцо все же пусть будет что-то приготовлю сейчас манты наверно точно что-то еще сделаю картофель наверное по-деревенски может с какими-то там фрикаделинами еще с чем-то все вот так закваску развела яйцо положила ничего не видно салтана вот так вот где то вот так вот масло положила яйцо закваска соль молоко вода и будем замешивать тесто мягкое так и все продолжаем быстренько замешивать тесто ну планировала вообще беляши немножко не знаю правда посмотрю еще надо мясо сейчас накрутить на манты замешиваю нежное мягкое тесто что шепчу это я слова молитвы чтобы как благословляю тесто чтобы хорошее что было короче благословить нужно всем всем огромное рахмет за ваши комментарии уже рахмет все знают слова что это спасибо еще муки и пересыпать плохо и нежное такое замесим тесто духовочку включу поставлю тесто на расстойку и очень хорошая выпечка получается что беляши и что пирожки очень тесто хорошее но мой совет в закваску добавлять молоко и масло потому что ну на хлеб не добавляете но я не против чуть-чуть потому что тогда тесто не будет таким знаете закваска это совсем другой же продукт чем от дрожжей да и вообще если на воде только сделать но что будет хорошим нужно всегда добавлять немножко жиров хоть растительных хоть животноводческих но жиров немножко нужно и с мукой здесь вот в этом тесте главное не переборщить она должна быть нежная такая хорошая липнущая к рукам и при этом вот такое немножко вязкая все вот так шар скатали пусть она липнет еще но этого достаточно будем подминать будем делать главное все манипуляции с тестом сделать и все решила не знаю что испечь наверное отправлю кекс в духовку и пусть выпекается все это тесто на расстойку иногда будем подмешивать все как обычно так здесь прибираюсь и снова встречаемся на кухне не расходимся товарищи теперь решила не сделать быстренько кекс немножко цедра этого прекрасного сделаем хотя бы мандаринчиком не взяла забыла совсем по усам текло в рот не попало это вот про это говорится масло специально оставила при комнатной температуре чтобы было мягкое 3 яйца сейчас масло чуть где-то я грамм 50 убрала точно на скажите тесто здесь от 180 наверно да где-то 130 грамм масла я сюда положила дорогие друзья зачем взяла спрашивается эту ложку ложку надо было брать мандариновый сок тоже сюда отправим будет запах мандарина так самое хорошее это работа венчиком 3 лица и 130 грамм примерно масло немножко так размешали цедра мандарина и сок мандарина сок мандарина чисто для ароматических таких немножко сюда сахар добавлю а сахар и там у нас по ложкам до 2 4 6 8 буду делать шоколадом наверно наверно до 8 немножко добавлю курку мы для цвета но ее немного добавляйте для цвета так добавлю ванилин чайную ложку ванилина чайную ложку разрыхлителя полную хорошую чайную ложку разрыхлителя разрыхлитель у меня здесь был еще корицу обязательно тетушку корицу где-то чайная ложка тоже будет такой осенний хорошая ароматная теперь сюда натрем пару яблок это точно я натру прям с кожурой яблоки мытые это малышу отрезаем эти кусочки все остаются видите себе отрезают сколько им нужно остальное вот так вот оставляет или на вкусу это я потом отрезаю вот так ну как выбрасывать ведь это же наш труд наши деньги а мы ведро так не пойдет товарищи получается такой осенне уже зимний пирог не пирог кекс сюда добавлю несколько ложек майонеза любого майонеза он придаст он придаст небольшой вкус рыхлость и все остальное ложка 2 столовой 3 4 столовые ложки крышку потом поднимем некогда о не забудьте немножко соли ни в коем случае не забудьте попробуйте на сахар потому что если сахара мало то надо обязательно обсахарить пишу пересыпать щепотку хорошую соли все и надо попробовать 8 достаточно теперь муки здесь у меня тоже две столовые ложки раз но буду считать его нужно 2 16 8 до 16 столовых ложек муки приблизительно вот так аккуратно размешивайте чтобы мука не разлетелась по всему дому это возможно тоже вот теперь я тут мне нужна моя ложка все же ложка моя пригодилась а ничего не оставляю на этом венчике все замешиваем такое тесто хорошая сейчас посмотрим может еще пару муки добавлю надо посмотреть по вязкости очень хорошее тесто думаю что не надо все этого хватит такой корица яблоки все такой цитра мандарина но если апельсин есть апельсина без разницы очень по-синему хороший текст формочку хорошо смажьте маслом все прям хорошей ничко но эта форма хорошая не прилипает по крайней мере не делала текст уже не понравилось хорошенько смажьте если у вас форма вы не доверяйте то пергаментную бумагу я доверяю этой формочки поэтому тесто перекладываю вот такое густовое хорошее тесто яблоки дадут сочность этому тесту лучше работать вот такой конечно силиконовой лопаточкой посуда она помоется ничего страшного потом распределим сверху посыплю коричневый сахар и духовку духовку нагреваем буду работать на этой духовке своей большой имеется ввиду который обычно пеку так у меня для пиццы и для печенье для такого всего он невозможно тоже буду параллельная печь все вот столько у меня получилось сверху коричневым сахаром сверху посыпаю коричневым сахаром так сахарницу оставляет так как все руками лопаю надо будет протереть и посыпала коричневым сахаром и все думаю я вот так отправляем были бы еще цукаты вот эти можно было положить разные сухофрукты но у меня по моему ничего нету все порыться может быть и есть все главное нагрейте духовку до 180 градусов и на минут 45 смело отправляйте ой вы сейчас меня будете ругать скажете ой зал то надо как же так это же когда-то было это тесто это были помните печенье мы делали таки и это я ничего не сделала потому что было много выпечки всего я таки с него ничего не сделала думаю пришло время накатать вот такие вот шарики пока они еще твердые пока тесто твердое и просто отправиться выпекаться еще у меня тесто от вафель когда осталось я не снимала вафли я добавила еще закваски сделала без вас тесто на закваске для таких булочек завитушек этих и все это все происходило без вас к сожалению и вот теперь знаете что я думаю я сейчас вот это тесто так накатаю накатаю на лист и в ту духовочку быстро испеку такое печенье прям круглыми положу она сама подтает а вот ему ничего не будет масло здесь знаете миндаль все такое поэтому ничего тесто не будет и где-то есть у меня же миндаль где он был по одной миндаль и него можно было положить сюда надо посмотреть где у меня эти орешки все они можно кружу там в принципе так сделать это же будет хорошее печенье поэтому сейчас колобую я на лист и все достаю другое еще тесто быстро все выпечкой занимаюсь а потом только горячая еда и все еще должна наверно бисквитный рулет думаю все же испеку бисквитный рулет с таким сметанковым кремом сметана чисто до сливки не купила сметана быть такой нежно-кисловатый вкус да чё колобую и а горячая еще не определилась думаю что-то картошка по-деревенски точно с сыром сверху манты сделаю может еще что-то котлетки что-то придумали силиконовый коврик настолько уже бедный износился весь просто износился нужно заказывать на другие коврики но он рабочий постоянная выпечка постоянно руки вот так вот по миндальному ореху маленькому а может быть это и миндальный орех это знаете что-то мелкие это скорее всего косточки то ли абрикоса то ли чего-то но было написано миндаль может миндаль маленький был обычно миндальные орехи знаете какие большие правильно так все отправляю на выпечку так тем временем сюда такой мешочек для таких орехов тем временем что делаю отправляю уже кекс на выпечку все говорится программа обширная а времени мало 50 минут выставила я убираюсь прибираюсь а тесто для булочек достаю пусть отойдет слоеное тесто есть возможно сам сушки там у меня есть фрикадельки знаете всегда фрикадельки можно достать они если не слоеное тесто туда по фрикадельки и будет вам уже сам сам несколько штук самцы нам не подбудут они тесто мало раз два три пять шесть семь восемь девять десять один что ли колобочков достаю пусть будут это все убираем еще мне пригодится для для чего подскажите для бисквита наверное я немножечко изменила ракурс думаю вам комфортно так я что хочу баклажаны дорогие друзья нужно мне нарезать кубиками миндаль стреляет кубиками баклажаны посолить и убрать их чтобы они выделили сок и прежде хочу открыть окно пустить немножко морозную свежесть наш дом так что вот сюда баклажаны сейчас нарежу их посолю оставлю пусть выделяются окно как обычно все делают вот ничего особенного просто баклажан кубиками нарежите потом его обжарите либо в духовке либо во фритюре и что и будем делать салат это у меня наверное думаю сыр чечел сверху так на рву мы покажу и курица обязательно быстро маринуется какой будет салат тяжеленький имеется ввиду не в плане еды а в плане того как сезонная по сезону холодно холодное время года естся обязательно надо чтоб туда упал хорошо на полно упал все кубиками нарезаем печенье пекутся кекс выпекается булочки быстро испекутся поэтому две духовки это оказывается нужно либо одна очень большая 1 гость два гостя 10 20 гостей все равно суета одна будет правильно же я так считаю дар конах шаха и как он ах шаха и рыбар сушимус это я на казахском сказала теперь одного позови двух позови все равно делаешь тоже ароматные специи соль имеется это все взяла маленькую чашечку об этом история умолчивает не хочу посуды много марать эту быстро помыл и как бы все а сейчас вот таки раскидываем по поверхности и все все посолили и вот так вот оставили все сок даст выжимаем все пожарим все убираем сюда на поверхность рабочую так теперь что это тесто для булочек лежала в холодильнике на закваске для таких булочек не воздушных а вот эти вот знаете как рулетом и режу это для этого сделаю сейчас как только печенье испекутся эти следом все опять прибираюсь ничего такого сверхъестественного не украшаю тематически просто накрываю и все тарелочки стаканчики знаете все покупали вот вот так вот накрою потом когда подойдут уже поставлю горячая и все ну что дорогие друзья были завтраки завтраки еще раз завтраки испекла такое печенье с миндалем где вам показать с миндалем такое вот печенье с белой мазурью просто хаотично сделала эти разводы и все печенье есть как будто бы откусил кто-то но прилипли рядом так такие вот завитушки сделала это тесто было на закваске так здесь тесто хорошо поднимается пусть его немножечко вот так подтяну и сейчас в тепло уберу все очень хорошая получается тесто все смотрите кекс испекся сейчас покажу руки помоем так все значит это сюда убираю к чаю кекс к чаю готов но вот не знаю сейчас все же краешек один порежу хочу посмотреть испекся или нет что потом в неудобном положении быть поэтому ничего страшного если край мы срежем и на вкус заодно попробуем ну думаю спекся выпекал выпекался выпекался кстати 50 минут даже 55 минут вот так вот так вот срез срезом а это все же покажи как выглядит поближе вот так вот такой кекс очень хорошо испеклась верхушка треснула как и положено посыпала сахаром знаете но наверное немножко все же посыплю еще сахарной пудрой очень хорошим яблоки дали влажность корица цедра очень такой уютный с кофе вообще будет великолепно ну что дорогие друзья ваш я накрутила на манты все тыкву добавила лук все перекрутила быстро-быстро нужно сейчас на том столе видели уже как я манты делаю манты формирую делаю тесто достала еще утро все быстренько сделаю манты потом пожарила такие маленькие фрикадельки сделаю картофель по-деревенски сверху фрикадельки сыр пицца эта выпечка все уже рулит не буду дочка будет лишним все и и все в принципе прибираюсь немножко внешний вид и завершаю и приглашаю гостей что приехали покушали и так дорогие друзья манты сделала попозже поставлю теперь сейчас по деревенских картофель уже фрикадельки в стеклянную эту положила такую вот сейчас сюда лук нарежу масло сливочного картошку сверху сыр на пиццу там колобочки наделала не видно вам наверно такие колобочки сделала на пиццу очень тесто хорошие нежные поэтому на пиццу все только баусаки нарежу и принципе все прибираюсь убираюсь и у меня все готово сейчас думаю что лук положить побольше домашнего будет вкусно и картофель по деревенским будет отлично духовку нагреть и все будет вкусно так чем баусачек немножко что там еще манты все уже можно оставить сейчас тесто очень хорошее ничего не будет пароварки на говорить и все в принципе дорогие друзья и так все приготовила манты готовы очень хорошо этой пароварки готовится манты очень удобно и не прилипают ничего с ними не происходит они просто чудесные этой манты варочки просто на и чудеснейшие которые вообще никогда не порвутся не прилипнут красота очень вкусно сочные с тыквой лук перекрутил он дал сок тыква дала сок фарш ну очень вкусно и перец и соль все просто прелесть смешала курицу и говедина на пиццу все приготовила салат на салат приготовила помидоры добавлю пиццы у меня также приготовлены уже заготовки только в духовку вот в принципе еще осталось только баклажаны пожарила смотрите как с мукой смешала и в масле руккола ходила и забыла замариновать курицу когда вспомнила убрала уже морозилку теперь такой будет без мяса но мясо и так достаточно там картошка картошка вот так вот по-деревенски с сыром с маслом все сделала и очень много сливочного масла чтобы было вкусно вот такие вот дела дорогие друзья поэтому буду угощать ничего такого особенного все там приготовила на стол все поставлю открыла помидоры этот салатик будет манты по-деревенски картошка что еще выпечка пиццы достаточно здесь у меня чайная позиция ночью варенье то все домашнее масло поставлю статус не пошли ставали 100 грамм youtube когда выходил у меня да я выходил а дюхалтик ток вот такая пицца друзья получилось посмотрите какая красивая очень тесто какое воздушное на заказке очень хороший бортик красиво